Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, новая стадия в роликах футболисты через 5 лет. Мне кажется, что нужно что-то делать в этом проекте новое. И вот такая идея, что теперь я сам выбираю футболиста, который бы мне казалось интересно, за них было бы понаблюдать через 5 лет. Итак, первый футболист, на этой очереди мой любимый футболист. Кстати, пишите в комментарии, за кого вы, за Крещан или Месси. Кстати, второй выпуск будет про Крещана Роналда, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Но давайте посмотрим, чего достигнет Леонель и Месси через 5 лет. Итак, закончился первый сезон за Леонель и Месси, и Барселона стала чемпионом Испании. Суперкубок Испании выиграл Мадридский Реал. Кубок Испании выиграла Барселона, обыграв по пенальти Мадридский Реал. Лигу чемпиона выиграла Бавария, обыграв Ювентус со счетом 2-1. Барселона вылетела в 1-8 от Манчестера Юнайтеда со счетом 3-2. Лигу Европы выиграла Ливерпуля, обыграв Реал Соседат со счетом 2-1. На чемпионат мира 2018 года сборная Аргентины квалифицировалась со второй строчки. Итак, закончился чемпионат мира, и в группе Д сборная Аргентины выиграла все 3 матча и вышел сплэл вместе со сборной Польши. Но сборная Аргентины уже в 1-8 проиграла англичанам. Ну а чемпионат мира выиграли итальянцы, обыграв немцев со счетом 2-1. Итак, закончился второй сезон за Месси, Барселона снова стала чемпионом Испании. Суперкубок в этот раз за Барселону. Кубок Испании вызвал Мадрид с Кириала, обыграв Реал Бетис в финале со счетом 3-0. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Ливерпульс со счетом 1-0. Лигу чемпионов снова выиграла Бавария, обыграв Манчестер Юнайтеда со счетом 1-0. Барселона вылетела в 1-8 от Манчестер Юнайтеда со счетом 3-2. Лигу Европы выиграла Тоттенком, обыграв Ливерпульс со счетом 2-1. На Кубке Америки в группе Б Аргентина заняла первую строчку, вышив поэкзем со сборной Чили. В 4 финале они обыграли колумбийцев и в полуфинале обыграли Уругвайцев. Дошли до финала, но в финале проиграли по финальти сборной Бразилии. Снова Лионель Месси проигрывает в финале. Закончился третий сезон за Месси и Барселона третий сезон подряд стала чемпионом Испании. Суперкубок Испании снова за Барселоной. Кубок Испании выиграл Мадрид Скориал, обыграв в дерби Атлетико. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Баварию со счетом 2-1. Ну и наконец Лигу Чемпионов выиграл Лианель Месси, обыграв по пенальти Манчейс и Рюнайт со счетом 5-4. Лигу Европы выиграл Интер, обыграв в миланском матче Милан со счетом 2-1. Закончился четвертый сезон за Месси и Барселона снова стала чемпионом Испании. Суперкубок Испании на этот раз за Мадрид Скориалом. Ну а вот Кубок Испании за Барселону. Суперкубок Европы выиграл Абарселон, обыграв Интер со счетом 2-1. Лигу Чемпионов выиграл Манчестер Меттек, обыграв Манчест Сити со счетом 2-0. Барселона выиграла в 1-8 от Спартака. Лигу Европы выиграл Челси, обыграв Латсу со счетом 4-2. Итак, до конца последний пятый сезон за Месси, Барселона очевидно проводила этот сезон, заняв только третью строчку в чемпионате Чинганом Салли-Реал. Зато Суперкубок Испании за Барселону. Кубок Испании тоже за Барселону, они обыграли Атлетик с счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Челси, обыграв Манчестер Юнэйте со счетом 1-0. Лигу Чемпионов снова выиграл Манчестер, обыграв Челси со счетом 2-1. Барселона выиграла в четверть финале от Реала со счетом 3-1. Лигу Европы выиграла Ливерпуль, обыграв Баручи со счетом 2-1. На чемпионат мира 2022 года сборная Аргентины корректировалась с первой. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылка в описании, там будет много анонсов по поводу новых роликов. С вами был Андрей и канал Футбол Итэшн. До новых встреч, друзья. До свидания.